Выход из дома – испытания для нервов. Жители микрорайона Ельничной жалуются на отсутствие уличного освещения. Светит ли им благоустройство, выясняла наша съемочная группа. Вот наша улица Горная. Идем на ощупь. Жители улицы Горная против своей воли оказались на темной стороне. На всю их длинную улицу только несколько фонарей. Да и те к старым опорам когда-то прикрепили местные умельцы. Есть три фонаря по улице вот у нас сзади. И то они не всегда работают. Бывает один-два только. Детям страшно ходить. Сейчас особенно будет зима. Уходят. Темно. Приходят опять темно. Улица Горная в микрорайоне Ельничный не самая крупная, но, пожалуй, одна из самых значимых для жителей. Здесь более 60 частных домов. Это по ней идут в магазин или за водой из скважины. А еще неподалеку находится детский сад и школа. Вот по этой главной улице у нас дети ходят в школу. Зимой сейчас темно. Приходится детей провожать до школы. Дети сами боятся. Идем все по темноте. Также и на работу мы ходим. Тоже никакого освещения нет. Когда было иначе, не припомнят даже старожилы. Деревянные опоры стоят здесь уже почти полвека. Столбы с проводами, но без светильников. Наша улица самая темная. Вообще темно так. Ночью не пройдешь тут. Перворальские коммунальщики пообещали приехать на улицу Горная в ближайшие дни. Определить фронт работ. В первую очередь нужно проверить столбы на прочность. Возможно, опоры освещения придется менять. Заявка по улице Горной по наружному освещению поступила. Сейчас мы выйдем, осмотрим сети и спланируем работы по восстановлению наружного освещения. В этом году уличное освещение уже модернизировали в нескольких поселках и районах Первоуральска. В планах замены фонарей на улицах Трубников, Урицкого, Карла Маркса и Максима Горького. Общая сумма затрат порядка 8 миллионов рублей. Фонари обновляют там, где чаще всего ходят школьники. Светлана Вахмянина, Алексей Вербицкий, Михаил Перонков. Новости Первоуральск.